Крупнейшие металлургические компании Евросоюза на днях призвали наложить высокие пошлины на китайскую сталь. Это будет труднее сделать после 11 декабря, когда КНР получит статус рыночной экономики во Всемирной торговой организации. Этот вопрос рассмотрят в четверг и пятницу на саммите ЕС. На столе переговоров уже есть предложение по защите европейских рабочих и предпринимателей от идущих на наш рынок дешёвых товаров, сказал вице-президент Еврокомиссии Юрки Катенен. При этом мы выполним наши обязательства перед ВТО. Повышение тарифов на китайские товары требуют ведущие экспортеры ЕС, Германия, Франция, Италия. А против выступает сторонница либерализации и торговли Великобритания. В ноябре пройдут дебаты об этом на министерском уровне. Представитель европейских производителей признаёт раскол в их рядах. Еврокомиссия подчёркивает важность укрепления экспорта. «Некоторые страны в этом особенно сильны», — сказал Рено Батье. Но, с другой стороны, Брюссель не может допустить, чтобы ценой этого стало полное открытие нашего рынка для нечестной практики. Для Китая подходит к концу 15-летний переходный период после вступления в ВТО. Европейские конкуренты утверждают, что его промышленность продолжает получать господдержку и субсидии. Из-за этого ряд китайских товаров сбываются по демпинговым ценам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова